Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслист Артем. В этом видео мы расскажем вам о том, что такое Citedby от Crossref, для чего он нужен, зачем журналу использовать вообще данный сервис и как приступить к работе с ним. Что такое Citedby? Это ресурс Crossref, специальный сервис, разработанный непосредственно Crossref для открытия списка литературы научных статей и обоюдного дальнейшего цитирования их. То есть ресурс позволяет автоматически определять и подсчитывать взаимные цитирования в научных публикациях. Иными словами, сервис сообщает другим журналам, что их статьи были процитированы в вашем журнале. То есть это довольно-таки серьезный ресурс и необходимо всем журналам, которые на данный момент в Украине имеют свой префикс DOI, обязательно открыть свои списки литературы. То есть для чего это, сейчас я вам расскажу. Во-первых, МОН Украины с помощью технологий DOI планирует создать украинский открытый индекс научного цитирования. Я думаю, многие о нем слышали. И как раз в основе этого индекса находится сервис CitedBuy. Во-вторых, использование CitedBuy дает возможность беспрепятственно, быстро и легко ссылаться на ваши статьи и получить плюс в рейтинг журнала. Это то, о чем я только что говорил. В-третьих, это модно, это в тренде, в мире академической публикации. То есть посмотрите любой журнал, там, Мельзивера, допустим. Да, у них везде есть CitedBuy и показано количество цитат на конкретную статью, то есть на конкретный пункт. К тому же CitedBuy значительно улучшит обмен данными о цитировании и поспособствует журналу для включения его в Scopus или в Web of Science. С чего начать? Ну, тут как бы два важных шага. То есть первое, это получить, собственно, префикс на своего издателя от Crossref и реализовать дои для статьи вашего журнала. Об этом я не буду в этом видео рассказывать, поскольку у нас на портале Open Science in Ukraine достаточно много материала о том, как именно заказать префикс на своего издателя, как присвоить дои статьям, то есть нет смысла сейчас на этом останавливаться. Мы больше поговорим о втором пункте, то есть это открытие библиографических списков. Вот сейчас я вам наглядно продемонстрирую на примере одной статьи из своего журнала, как именно это сделать. Существует страница на сайте Crossref, в которой вам необходимо зарегистрироваться, для того, чтобы начать работать с сервисом Citedby. Ссылка будет в описании под видео, как и все остальные ссылки по этому видео. То есть форма довольно простая. Мы вводим свою электронную почту, вводим организацию, в которой вы работаете. Желательно указывать электронный адрес, тот, который указывался при заключении договора с Crossref о получении префикса. Далее соглашаемся с лицензионными условиями и подтверждаем галочку Google, ну капчи, вернее, я не робот, нажимаем Submit. То есть я сейчас не буду повторно регистрироваться, так как мы уже зарегистрировались. Вам должно прийти на почтовый ящик, указанный, почтное подтверждение вот такого вида с ссылкой. Вы дальше переходите по ссылке для подтверждения, опять проверяете свою почту, правильно ли почта указана, я думаю, она правильно по-любому указана. Нажимаете опять я не робот и снова нажимаете Submit. Видите на экране, что email адрес зарегистрирован, то есть все хорошо, можно работать дальше с сервисом. Следующая страница идет, прошу прощения, вот, следующая страница основная по сайту Advice, с которой мы и будем и в их перспективе работать. То есть здесь у нас вводится электронный адрес, который вы указали при регистрации. В этом окне указывается список литературы, конкретной одной статьи, в которой вы планируете открыть цитаты. То есть видим, есть возможность поставить две галочки, мы их не ставим. И внизу под формой для отправки есть коротенькая инструкция о том, как именно, как правильно добавлять список литературы для открытия библиографии. То есть основной момент, смотрите, 5000 пунктов референсиса в месяц может быть, то есть это важный момент. Потом второй важный момент, это каждый пункт списка литературы, вот, как в примере указано, он не должен иметь разрывов. То есть это должна быть цельная строка. Я вам чуть-чуть дальше покажу, как именно проверить это все, как сделать. И третий важный момент, список должен быть нумерованный, обязательно. Без него сервис сайт Байни сможет разложить по метаданам ваш список литературы. То есть берем одну статью с нашего журнала, копируем список литературы полностью. И дальше, внимательно смотрите, переносим его в блокнот. То есть любой текстовый редактор подойдет, можно в блокнот. Почему? Потому что здесь, во-первых, если бы были разрывы строк, они бы здесь были видны, поскольку каждый пункт списка литературы начинался бы с новой строки. То есть здесь вы видите, мы уже заранее подготовили один список литературы. Каждый начинается с новой строки. У каждого есть номер, то есть список нумерованный. Мы берем, копируем весь список литературы. И после этого, внимание, делаем еще одну манипуляцию. Проверяем этот текст на содержание кириллических символов в тексте. Есть сайт, тоже ссылка в описании под видео будет где-то. Можно вполне спокойно проверить, то есть без лишних затрат времени. Мы вставили весь фрагмент текста, который скопировали из блокнота. Вот вы видите его. Нажимаем найти символы. Вот результат выдал. Смотрим, у нас идет кириллица. Если есть буквы кириллические, они будут выделяться красным цветом. Если тут сплошная латиница, то все будет таким голубым-синим цветом. Смотрим, видим раз. У нас есть кириллический символ. Смотрим дальше по тексту. Вроде как дальше нет. Значит, нам нужно поправить только этот текст. Прошу прощения, эту букву. Ищем восьмой пункт. И ищем эту букву. Шестой, седьмой, восьмой пункт. И вот получается, эта буква М у нас написана кириллицей. Мы ставим вместо нее латиницу. И нажимаем еще раз на эти символы. Проверяем восьмой пункт. Да, все, видите, исправилось. То есть теперь это абсолютно текст из латиницы состоит. Далее мы берем, копируем текст. И вставляем его в нашу форму на сайте Crossref на странице сервиса CitedBy. То есть вот список вставлен. Мы нажимаем Submit. Сейчас оно обрабатывает запрос. Размечает, делает автоматическую разметку на каждого пункта списка литературы. Сейчас в дальнейшем, чуть-чуть дальше, вернее, покажу отчет, что именно делает этот сервис. И насколько существенно он экономит время нам, редакторам, в плане разметки. Смотрите, по времени он может занять, в принципе, около минуты. В зависимости от того, насколько большой у вас референсис. То есть у нас тут 55 источников. Это, видите, уже секунд 30. Вот оно разметило. Что мы видим на экране? То есть, во-первых, сервис прицепил DOI к каждой статье. Мы ему подавали без DOI. Он нашел эти статьи у себя в системе и добавил к ним DOI. То есть, вот вы видите на экране, сколько статей, сколько, вернее, пунктов списка литературы данной статьи, с которой мы взяли, имеют свой идентификатор DOI. Хорошо. Дальше у нас внизу под списком загруженным есть две кнопки RESET и DEPOSIT. То есть RESET – сброс, понятное дело. DEPOSIT – это дальнейшая отправка в CROSS-REF вашего списка REFERENCES. Мы нажимаем DEPOSIT. У нас появляются четыре строки. Первый – это электронный адрес, который мы регистрировали. Второй – это DOI статьи, из которой мы взяли этот список литературы. То есть мы берем DOI этой статьи вместе с префиксом, то есть префикс и суффикс, копируем и вставляем в эту строку. Далее у нас идет логин и пароль. То есть это те логин и пароль, которые CROSS-REF вам выдал при заключении с ними договора на префикс издателя. То есть он может быть либо у вас, если вы заключали договор, либо же у ответственного человека в вашей структуре, который занимается непосредственно DOI. Далее мы нажимаем DEPOSIT. Вот выскочило сообщение, что статьи REFERENCES DEPOSIT FILE принят. И вам на почту придет два сообщения с подтверждением. То есть сейчас я вам покажу эти сообщения, которые пришли. То есть там по метаданам расклад, разложено все. Первый файлик идет XML. Сейчас я вам скачаю его, открою, покажу вам. То есть вот видите, что сервис сделал, то есть он разложил наши конкретный каждый пункт списка литературы, разложил его на метаданные. И второе письмо с отчетом о загруженных статьях. Смотрим. Здесь мы видим, сразу скажу, это письмо старое, то есть предыдущие статьи. Не обращайте внимания, то есть на содержание. Главное смысл. Видите, часть имеет DOI, часть DOI не имеет статей. То есть где DOI есть у списка литературы, написано Resolvated References, то есть DOI найдено. Где его нет, просто Stored Query. То есть с этим, я вас поздравляю, все, вы открыли список литературы этой статьи, всех тех пунктов References, которые в ней были, в CrossRef загрузили. То есть далее можно зайти в свою административную панель CrossRef и там проверить, как отображаются методанные там. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Контактные номера есть на нашем портале OpenScience in Ukraine. Либо же можете писать комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, удачи вам. До свидания.